У нас курс еще раз называется «Интеллектуальная информационная система в управлении». Название очень-очень общее. Даже трудно сказать, к чему оно больше относится. Оно отчасти впитывает абсолютно все, чем вы занимались до сих пор. Начиная от систем управления автоматических, которые тоже своего рода интеллектуальные системы, которые заменяли оператор в свое время, лет 50 назад. И заканчивая такими курсами, как нейронные сети, такими курсами, как представление баз знаний, хранилища данных. То есть систем с огромным объемом данных, куда люди пытаются записывать какие-то знания свои, чтобы затем это использовать при автоматизации. Курс, таким образом, он связан практически со всеми курсами, которые у вас были. И очень многие вещи, возможно, будут пересекаться. Может быть, что-то из этого даже вы лучше меня знаете. Потому что, например, я больше отношусь к направлению, связанному с управлением в технических системах. То есть это автоматика, автоматизированная система управления технологическим процессом, машинное обучение. То есть больше в сторону разработки ПО, железа, промышленной автоматизации. Я знаю, что здесь еще есть группа, которая больше относится к информационным технологиям в бизнесе. То есть направление, где больше концентрируется на бизнес-процессах, на автоматизации бизнес-процессов, на аналитике. То есть это такие вещи, которым не менее знакомы. Но, тем не менее, есть общее представление. Есть много общего между этими двумя направлениями. Как минимум, то, что это одна кафедра. Многие преподаватели работают на обоих направлениях. Поэтому что-то будет знакомое, скорее всего, для всех из вас. Неважно от того, на каком направлении вы учитесь. Но, тем не менее, такой курс есть. Наверное, можно так сказать, что это то, что называется интеллектуальная информационная система. Это искусственный интеллект в управлении. Можно так попробовать это перевести. Ну, наверное, называть там курс искусственный интеллект – это было слишком хайпово. Плюс, то есть это такой все-таки больше упор в технологию. Не столько в искусственный интеллект, как такую философию и психологию, сколько в сторону технологии, то есть разработки информационных систем, их поддержки, анализу, чем такие философские рассуждения о том, что такое интеллект и зачем он нужен, и нужен ли вообще нам искусственный интеллект, если мы и так достаточно умные. Вот, то есть тут тема, на самом деле, очень широкая. Мы сегодня посмотрим всякие картинки интересные, по крайней мере, мне интересные, которые, ну, попробовать там, не знаю, показать вам ландшафт, который сейчас происходит. На самом деле, тема сейчас искусственного интеллекта, она сейчас очень, ну, входит в одно из пяти таких приоритетных направлений по развитию вообще общества, технологий, там, наряду там с биотехнологиями, там, с нанотехнологиями, с энергетикой. То есть искусственный интеллект – это одно из направлений. Вот почему он популярен, почему он так интересен, да, потому что люди видят в этом возможность еще большего повышения производительности труда. То есть там общество всегда проходит через наборы таких технологических революций, которые постоянно увеличивают эффективность труда. То есть там, начиная от того, как там обезьяна там палку в руку взяла, палку-копалку начала там вместо того, чтобы руками копать, начала там палкой что-то раскапывать, коренья. Вот, и заканчивая там информационными технологиями, которые там 50 лет назад совершили революцию. То есть там 50 лет назад, там, для того, чтобы просчитать какую-нибудь траекторию полета ракеты, нужно было там иметь штат там из 300-400 вычислителей людей. Это была целая профессия, люди, которые сидели и занимались расчетами. Ну, конечно, они там не в столбик считали, но, тем не менее, там на бумажках что-то там пересчитывали, на рифмометрах, на грифмических линейках. Вот, информационные технологии позволили все это, всех этих людей перевести на более интересную работу, в частности, на обслуживание учительной техники. Вот, то есть тоже своего рода была такая революция. Потом появился интернет, появились там в промышленности много различных информационных систем, в первую очередь там связанные с управлением жизненным циклом, с автоматизированными проверками. Вот, то есть тоже своего рода революция. Вот, то есть искусственный интеллект – это уже такое следующее направление, ну, следующий, скажем так, этап после информационной технологии. То есть когда, грубо говоря, мы все уже измерили, все перевели в базы данных, сейчас возник вопрос, что с этими данными делать. И понятно, что ни один там человек, ни одна компания, ни одна страна не в состоянии обработать тот объем данных, который сейчас накоплен к текущему моменту времени. Ну, мы еще посмотрим сейчас на картинках сравнения по объемам данных. Вот, но в целом объем данных сейчас настолько огромен, что человек в принципе не в состоянии этот объем данных как-то осмыслить. Поэтому искусственный интеллект сейчас получил достаточно большую поддержку от бизнеса, бизнеса, государства, от общества, потому что зачастую это единственный способ как-то осмыслить то, что сейчас происходит вокруг. Вот, ну, все, наверное, из вас знакомы там с контекстной рекламой, которая настраивается на вас. То есть вы там походили по сайтам, вот, и там через пять минут у вас уже из всех дыр лезет предложение рекламы, там, например, какой-нибудь одежды, которую вы там пять минут назад смотрели. Просто посмотрели случайно. Ну, то есть вот тоже такие постоянные слежка за вами идет. То есть все данные собираются, агрегируются, анализируются, строится ваш психологический портрет. То есть, в принципе, он уже везде. Искусственный интеллект везде. Он у вас в телефоне, когда у вас Инстаграм, например, вы сидите, даже не подозреваете, что вас там прослушивают в реальном времени, записывают все, что вы говорите. И потом там через несколько, не знаю, минут, там, дней у вас вскакивает контекстная реклама на тему того, о чем вы разговаривали. Вот, то есть такая вот слежка интересная возникает. Вот, ну, это просто то, с чем вы, наверное, каждый день сталкиваетесь. Вот, то, что там в ближайшее время будет, да, там уже вот этой осенью, там, в Москве, в каком-то одном из районов уже впервые там появится коммерческая версия Яндекс.Такси беспилотного. Тоже это искусственный интеллект, потому что нужно следить за дорогой, нужно анализировать ситуацию, значит, чтобы не попасть в аварию. Вот, то есть уже как бы беспилотные такси у нас появляются в России. Ну, на Западе они уже лет пять, наверное, катаются в экспериментальном режиме. У нас уже в Москве первые такси запускаются. Следующий, по-моему, будет Санкт-Петербург, Казань. Так что, в принципе, эта тема, она достаточно горячая. Вот, другой вопрос, что вокруг этой темы очень много сейчас хайпа. То есть если вы попытаетесь там залезть в интернет и ввести искусственный интеллект, значит, вы получите какую-то гору информационного мусора, какие-то общие понятия без какой-либо конкретики. Чтобы, например, пройти от просто общего понимания, что это вообще такое, до какой-то реальной работающей программы, которая что-то собирает, что-то анализирует, вы можете потратить там несколько лет, например, просто в этом разобраться хотя бы. Вот, поэтому надо тоже понимать, что тема очень-очень широкая. Вот, мы будем стараться все-таки концентрироваться на такой, на технологии больше. То есть не на хайпе, не на философии, потому что вокруг искусственного интеллекта сейчас очень много еще философов развилось. Там рассуждают о том, что вот вообще все это значит. То есть вот, не знаю, там пришел Facebook со своими алгоритмами, да, и после этого, там, не знаю, ну ладно, давайте не Facebook, там какой-нибудь Amazon пришел, да, и все сети, соответственно, весь ритейл, который был маленький магазинчик, они стали бессмысленным, потому что там у Amazon бесплатная доставка, у него там за счет информационной технологии максимальная оптимизация логистики, то есть с ним конкурировать практически невозможно. Вот, что все это нам дает? То есть с одной стороны вроде удобства, благо бесплатная доставка, да, с другой стороны огромное количество мелких компаний просто разорились, потому что они не в состоянии конкурировать с такими гигантами, которые подобные информационные технологии используют. Вот, но эта тема, на самом деле, довольно старая, эти рассуждения, это еще сто лет назад там рассуждали, что, мол, автомобиль, там, двигатель внутреннего сгорания, там, доставят без работы там всех кучеров и так далее. Ну, тем не менее, они никуда не делись, они просто нашли себе новую работу. Я думаю, что то же самое будет и с искусственными интеллектами, с информационными технологиями. Просто вопрос в том, как бы, какое место, например, вы займете, да, в этом мире, ну, не только вы там, я тоже какое место займу. То есть можно сидеть там и делать вид, что этого нет, но тем не менее это есть, оно идет и достаточно успешно. Вот, то есть бизнес очень активно сейчас инвестирует в тему, связанную с искусственным интеллектом, которая основывается, в первую очередь, на анализе данных. Значит, ну, это такая была вводная, не знаю, вводная речь. Значит, теперь, наверное, чуть ближе к картинкам. Сейчас, одну секунду. Мне нужно тут переключиться. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, первое, о чем мы посмотрим, это такая сборник слайдов. Значит, есть такая организация, которая отвечает, там, организация объединенных наций за информационные технологии, развитие информационной технологии. Есть там комитет такой по информационным технологиям. Их задача – это анализ того, что происходит вообще в мире в области информационной технологии и как это можно применять для того, чтобы сделать жизнь лучше во всем мире. Так, экран виден, да? Презентация. Напишите что-нибудь в чат. Видно, да. Все, что сейчас... Ну, конечно, не сейчас, там, пять лет назад, да, но, тем не менее, лучше, чем, там, 30 лет назад. То есть более-менее показать, что общее сейчас происходит в мире. С некоторым, естественно, корректировкой, там, за предыдущие пять лет. Вот. На самом деле, там не так много изменилось. Там, в основном, сейчас, по сравнению с этим, с тем, что здесь представлено, все чуть больше углубилось там в технологию. То есть какие-то оттачиваются методы. Сказать, что прямо что-то принципиально новое появилось, ну, пока нельзя сказать. То есть есть определенные задачи, есть определенные надежды на искусственный интеллект. Есть понимание, где он найдет лучшее применение, где хуже применение. Вот. Есть понимание, кто сейчас интересуется этой темой, кто в нее инвестирует. Вот. Это, как бы, такие основные моменты, которые, ну, там, для таких вот вещей, там, пять лет – это не срок. То есть это вполне себе актуальная информация. Вот. Ну, тем не менее, всегда можно, там, зайти на сайт вот этого организации, да, и посмотреть. У них там есть отдельная секция, связанная с искусственным интеллектом. Можно посмотреть на тех людей, которые в ней состоят, там, поискать, погуглить, чем они занимаются. Они все люди публичные, выступают, вкладывают свои презентации, видео. То есть в целом, как бы, на основе, там, вот этой презентации можно получить общее представление, а затем уже при желании, при необходимости, там, углубиться в детали, в подробности. Вот. Чем еще хороша эта презентация? То есть это такой высокоуровневый обзор, причем не каких-то, там, блогеров с Ютуба, да, а достаточно серьезные организации, которые думают о том, как сделать, там, наш мир лучше. То есть у них есть некоторое такое глобальное видение, есть доступ к нужной информации, грубо говоря. То есть есть возможность действительно делать какие-то такие обзоры квалифицированные. Ну, я, конечно, не могу сказать, что я прям, там, хорошо знаком с этими товарищами, я вообще не знаю. Грубо говоря, я там нашел презентацию, да, мне понравились картинки, я решил взять ее за основу, чтобы с вами пообсуждать. Вот. Ну, товарища нам называют Стефана Бараки, это такой, не уверен, какой он национальности, но неважно. То есть это некий член из этого комитета по искусственному интеллекту при комитете ООН по информационным технологиям. Соответственно, он вот такую достаточно интересную, на мой взгляд, презентацию собрал. В ней он собрал много разных фактов по искусственному интеллекту. Вот он называет это цифровое землетрясение искусственного интеллекта. То есть все страны мира вкладывают сейчас какие-то сумасшедшие ресурсы в развитие вот этого направления, связанного с искусственным интеллектом. Вот. То есть это и связано и с развитием мобильных платформ. То есть если раньше там все компьютеры были стационарными, и там у каждой семьи там было по одному-два компьютера, и информации было немного с них, потому что только то, что вы там в интернете серфите, и все. Вот сейчас появилось огромное количество мобильных приложений, мобильных устройств. Там с каждым телефон, смарт-вотч, там где-то там еще очки виртуально дополненной реальности, да. У них огромное количество датчиков, микрофоны, видеокамеры. Вся эта информация сейчас в реальном времени собирается, складывается в клауд. Вот. И это опять-таки огромный объем информации, которую никто, ни один аналитик не в состоянии вручную переработать. Ну, соответственно, вот такие вот тренды, да, то есть сбор данных, то есть появление огромного объема данных и интерес у различных стран. Китай вот приводит, как такой крупнейший инвестор в тему искусственного интеллекта для того, чтобы эти данные анализировать. Ну, вот с Китаем там есть такая интересная провинция, у них, не помню, как называется. Они вот построили там такую антиутопию, то есть полностью охватили эту провинцию камерами. Все люди там идентифицируются по видеоизображению. У каждого человека есть свой цифровой профиль и есть социальный рейтинг. Соответственно, от социального рейтинга определяется, что вам можно делать. То есть, например, если вы там какой-нибудь негодяй, который нигде не работает, не знаю, попался там чем-то не очень законным, то вам там резко ограничиваются проходы там в целый набор областей. То есть вы просто ограничены в передвижениях автоматически. Вот, там, если наоборот вы хорошо себя ведете, значит, вам, соответственно, там разные поблажки. Вот, вся эта провинция у них разбита на сектора, там стоят такие какие-то страшные турникеты между этими областями, то есть все как вот в прекрасном мире будущего, который нам рисуют фантасты в антиутопии. Вот, так что Китай, он тут впереди планеты всей, то есть он очень активно инвестирует в технологии искусственного интеллекта, чтобы, ну, вот как они считают, сделать такое персонализированное государство. То есть если вы себя хорошо ведете, то вам зеленый свет. Вы можете там везде ходить, везде заниматься, у вас там, не знаю, скидки по страховкам. Вот, если же вы ведете какой-то социальный образ жизни, то там искусственный интеллект принимает решение, что вы вот нехорошо себя ведете. Соответственно, вам там рейтинг начинает понижаться. Вот, у нас частично тоже это начинают вводить. Тут Яндекс.Драйв недавно ввел рейтинг водителей. То есть если, не знаю, если кто-то пользовался Яндекс.Драйвом, то, наверное, вы заметили, да, что там последние пару месяцев они, например, стали отслеживать ваше поведение на дороге. То есть у них уже везде есть... Размечены карты, по крайней мере, в Питере точно размечены карты, где какие ограничения скорости стоят. Вот, и они отслеживают. Если вы там едете быстрее на 10 километров, чем можно, он вам сразу пишет красным светом, что вы нарушили. Потом, когда поездка ваша закончилась, вам рассчитывается рейтинг. Обновляется. И от этого будет зависеть стоимость аренды машины там в следующий раз. Вот, то же самое Яндекс.Дакси. То есть, ну, только уже, наверное, не для потребителей, да, а для водителей. То есть хорошие водители, они скатываются в категорию эконом. Вернее, плохие водители скатываются в категорию эконом. Хорошие могут там претендовать на категорию комфорт и выше. Ну, помимо того, что вы должны машину еще хорошую иметь, да, у вас еще должен быть хороший рейтинг. Вот, то есть так или иначе, такие вот системы, они уже начинают... Ну, они уже есть, от них никуда не деться. Вот, поэтому искусственный интеллект – это один из таких горячих, одна из горячих тем. Вот, другой вопрос, что под искусственный интеллект сейчас подгоняют все, что угодно. Начиная от простой бизнес-логики и заканчивая какими-нибудь там нейронными сетями, которые тоже не всегда являются искусственным интеллектом. Вот, но тем не менее, есть интерес огромный у крупных организаций. Вот, ну, еще вот интересная такая организация, называется OpenAI. По-моему, там Илон Маск его организовал. Ну, вернее, он как-то обычно, не он организовывает, скорее он присоединяется. Вот, которая пытается нести такую идеологическую сторону, что, мол, давайте сделаем хороший AI, хороший искусственный интеллект, иначе плохие люди сделают плохой искусственный интеллект. То есть, сделаем хороший искусственный интеллект и дадим им пользоваться всем. Тогда всякие нехорошие люди не смогут сделать плохой искусственный интеллект, который там захватит мир. Вот, то есть, всякие такие тоже бывают хайповые темы, организации. Вот, ну, у них там, в частности, там тоже, ну, там, не знаю, к Илону Маску можно по-разному относиться. Он такой, конечно, тоже на хайпе все время, не все у него получается, но, тем не менее, он привлекает толпу к себе, вот, и такой некоторый центр притяжения. Вот у них там, они там очень активно занимаются интерфейсом человек-мозг, ну, не человек-мозг, а машина-мозг, то есть, чтобы вы там не через экран информацию получали, не через звук, а напрямую в мозг она вам загружалась. Вот, ну, это, конечно, тоже очень пока такая тема далекая от практических приложений. То есть, максимум, что сейчас там умеют делать, это искусственный интеллект, который позволяет там людям с ограниченными возможностями, например, заменить конечности, чтобы там силой мысли можно было двигать механической рукой. Это, конечно, есть, оно там еще до Илона Маска была лет 10-15 назад. Вот, сейчас они просто пытаются это как-то масштабировать, популяризировать. Вот, то есть, они вот в таком направлении пытаются двигаться, ну, и в том числе по, у них есть целое направление, связанное с разработкой софта, то есть, пытаются решить какие-то проблемы, которые раньше казались нерешаемыми. Вот, ну, большая часть этих проблем, она попахивает хайпом, то есть, например, у них одно из, не знаю, комитетов, подразделений, оно, например, разрабатывает искусственный интеллект, который будет играть в компьютерные игры наравне с людьми. Зачем это надо, не очень понятно, то есть, все-таки компьютерные игры – это скорее спорт, чем какая-то суперважная общечеологическая проблема. Вот, но зато это очень интересно людям, все за этим следят. Это на хайпе. Соответственно, чем больше хайпа, тем больше инвесторов, чем больше инвесторов, тем больше можно заводить проектов. Вот, то есть, вокруг этой темы по искусственному интеллекту сейчас крутится огромное количество организаций, людей, компаний, корпораций. Вот, кто-то из них делает действительно что-то полезное, там, организация объединенных наций, например, ну, в силу своей специфики, да. Кто-то занимается вот просто окучиванием инвесторов, как, например, Илон Маск. Вот, возможно, конечно, в ходе этого окучивания тоже действительно родится что-то интересное, новое, как, например, SpaceX или там Tesla. Вот, то есть, в целом, все что-то пытаются делать, есть огромный интерес к этому. Ну, здесь вот пару слов там про данные, да. То есть, что, собственно, является сейчас драйвером для развития искусственного интеллекта, это, в первую очередь, данные. То есть, там, за, как тут приводится на картинке, да, за 2015 год объем информации, который был произведен, он сопоставим с общей человеческой историей. То есть, каждый человек, кто где что делал, то есть, там, сколько человек, 10 миллиардов человек где-то примерно жило за всю историю человечества, да. Соответственно, вот вся история вот этих людей, это по объему примерно то же самое, что было сгенерировано человечеством за 2015-2016 год, то есть, за два года. То есть, экспоненциальное развитие объема информации, которая пока ничем никак не ограничивается. То есть, стоимость хранения информации сейчас практически нулевая, то есть, там, Google сейчас любому желающему дает, там, 15 гигабайт жесткого диска в своем облаке. Это многократно резервированное хранилище, то есть, эти 15 гигабайт превращаются в 100 гигабайт, если не больше. Вот, то есть, это все раздается просто бесплатно, то есть, любой желающий может просто взять, и, там, 15 гигабайт оставится в истории человечества, да. Вот, я уж не говорю, там, про YouTube, куда вы можете выкладывать просто видеоролики в каком-то неограниченном количестве, чуть ли не стримовать в реальном времени. То есть, объем информации сейчас настолько колоссален, что просто, ну, не представить это. Вот, ну, и вот, там, проектировать к 2020 году, да, тут все, тоже такая тема интернет вещей, которая все никак не может наступить, но вот постепенно он развивается. Вот, понятно, что это презентация 2016 года, да, 2020, сейчас уже 2021 год. Вот, тут они тут говорят, что вот будет следующий рывок, это появление интернета вещей. Вот, ну, не могу сказать, что он прямо везде появился, то есть, нет такого, что там чайник общается, там, с кофеваркой, например, через интернет. Конечно, чайники пока еще, по крайней мере, у меня дома пока еще чайник без интернета. Хотя предполагалось, что, там, в 2020 году уже вся бытовая техника будет подключена к интернету. Вот, ну, телевизор уже давно смарт-ТВ, машины уже давно к интернету подсоединены. То есть, если вы ставите, ну, у нас есть такая компания, например, сейчас, не помню, как называется, которая занимается охранной сигнализацией, Starline, по-моему, называется. Вот, они как раз развивают эту тему, связанную интернет вещей, связанной с автомобилями. То есть, вы ставите микроконтроллер на свою машину, вот, он подключается в сеть внутри машины и собирает всю информацию с нее. Вот, и они все это собирают, у себя аккуратненько хранят. Наверное, там, мелким шрифтом в договоре прописано, что они все это собирают. Вот, не знаю, говорят ли они об этом правду, вот, но они при этом предоставляют вам определенный сервис бесплатный, что вы можете, например, с своего смартфона, там, сидя из дома, взять, разогреть машину перед тем, как выходить из дома. Или, например, охладить ее, если дело летом идет. То есть, такое удаленное управление вашим автомобилем. Вот, при этом, конечно, они еще собирают всю информацию, всю телеметрию с вашего автомобиля, хранят все это на своих серверах и пытаются это как-то использовать для развития своего бизнеса. Вот, ну, в промышленности сейчас очень активно идет внедрение интернета вещей, то есть, установка умных датчиков, выкидывают все эти аналоговые приборы, которые раньше стрелками что-то показывали. Значит, и, соответственно, тоже устанавливают так называемые интеллектуальные датчики, которые, по сути, просто являются обычными серверами, которые могут выдавать информацию. Значит, давайте сейчас сделаем маленький перерыв, пять минут, у нас время заканчивается, и потом переподключим все. Спасибо.